В начале у меня своя аудитория, вот включил, значит поближе можно, а то там друг другу плохой. Я представляю своих гостей, почему? Ну Байкова мы все знаем, да, Харсуна Баскобила знаем, это мои друзья, его друзья, вот, Курдимов приезжал, телеканал Культура Смужской приезжал, все местные телеканалы, включая Кемерово, это все все знают, а и вдруг, затишье, и вдруг приезжают те, которые для меня, ну как садовый генерал, вы для меня генерал, вы извините, я не ждал. Вопросов нету, как назовете, так и будет. Согласен, так, значит, тогда для нашей аудитории, итак, по новой, по милей ночи. Шабаев Николай Егорович, председатель Краевого союза судоводства в Росноярске. Ближе, вдруг не слышно. Слышно. Вот, так, и это самое, ну, Рыкалин, это наша звезда, может быть, я лучше знаю вас. Почему? Почему лучший виноград, самый сладкий, не уступающий, единственное, кого я пробовал, не уступающим ни Азии, ни Африке, ни в Африке, ни в Африке, это Рыкалин Александр Петрович. Вот, так вот, сейчас дело в том, что мы представили друг друга, да, представлена, так сказать, звезда, а я хотел вас, раз вы, так сказать, нас посетили своим присутствием, Ну, я надеюсь, с критическим взглядом, и где-то, походу, могут быть замечания какие-то, что-то не то, но у меня, моя молодежь, это, сын Сергей Железович, Сергей Валерьевич, так, не металлур, шестой разряд, шестой, шестой, шестой разряд, мы всем, ну, кушать-то хочется, все понятно, но его стаж 14 лет, получается, 17, поверите в саду. То есть, все в династии, и металлургия, и садовод. Да, ну, есть диплом агронома. Ну, кстати, он же еще и этот, у него же еще и диплом шушенского. Вот. А вторая, Елена Александра Савинич, так, 4 года, 5, приводит ко мне Рыкалин красивую девушку и говорит, покажите саду, кто могло запомнить, прививка персика на волочную вишню, тогда тоже было рано, да, еще ничего не созрело, а волочную созрелую, она первая созрелая. Кус увеличил, я еще вас спрашивал, вкуснее? Вот. И вдруг Елена Александра берет и спросит меня, чтобы я пойти практику, у меня уговорился к руководителям, и четвертый год все проходит. Сейчас я покажу ее работу. Вот после этой преамбулы, так, пойдем по саду. Смотрите, я буду показывать, вот эта часть, да, это моя работа, да, с 15-го года, но это я своему соседу садил своими руками. Тогда были соседи, потом мне сейчас их продал. С 15-го года вот тот, что вот там, вот куда сейчас Сергей показывает. Пойдемте смотреть. Я буду вас подводить, ну, как, ну, постараюсь, коротко, да, вот это все молодежь. С этого, ну, из 34-го сорта. Здесь самые лучшие сорта, я их называю мировой стандартом. Дело в том, что, беда в том, что вы рано приехали, раз, а во-вторых, необычная, необычная зима, нет, да, зима-весна. Такого не было никогда. Месяц-полтора, как Калин подтвердил, ночью, минус 10-минус 15, днем плюс 5-минус 10-минус 15, день за днем, неделя за неделю, цветочные почки посыпались. Ну, абрикос, ладно, он капризный бывает, но даже у слив, у вишен, и даже частично у яблонигрушки, цветочные почки посыпались, деревья все живы, морозы до 40 выдержали, вот, но это случилось. Теперь так, сорта есть простые, я вам, если бы время позволил, мы показали наши старые 30-35 лет деревья, так, с них начинал, там, патриарх, культурист, вот, его сыновья, которые культурились, вот, вопреки науке меня за это подбили, патриарх, травматик, вот, значит, удалось увеличить полтора раза размер плодов, я не шучу, у академика до 120 грамм, у Мичуринского, это, абрикос Мичуринский, он всегда был сливочком, до 100-120 грамм, много такого, Елена Александровна, это, как бы, моя совесть. А счет чего увеличение произошло? А вот это, вы представляете, если мы сейчас сядем в тени... Нет, нет, это называется, я называю свое самодаванное название, называю, вот, есть два названия, одно Мичуринское, называется «Насыщение ментором», А я потом продлил это на несколько поколений, и получилось, эти несколько поколений стали не за счет подвоев полудики, там, Манчжурсов, допустим, это касается слив, тоже увеличил до 100 грамм, вот, стало не ухудшение качеств, а именно то, что вегетативные гибриды получились, когда, это я, как бы, уже объясняю, вот, освоившись на этих подвоях, каждое следующее поколение, чуть-чуть, понемножку, понемножку увеличивало с ними родство, биологическую вместимость, и тут получилось, что в этой ледяной Сибири подвой позволил им почувствовать себя, как на юге, и плоды начали укропняться, и не потому, что это генетику переделали, это у них... Это не годовые условия, это не агротехнические условия, это именно влияние подвоя, или ментора, как вы говорите? Да, ментор, ну, насыщение ментором, понимаете, произошло. Ну, значит, вы вегетативный этот подвой размножали, или семенные эти подвои? Семенные. С 30 с лишним лет нам дают урожай от нескольких ведер до 340 ведер, одно единственное дерево. И одно из причин, не причин, условий, то, что получилось, управляют тысячу, а потом оно вдруг происходит, а потом думают, что же я натворил-то. Все подвои родственники, и каждый раз не приходилось начинать сначала. Это одно из условий вегетативной гибридизации по железу, извините за наглые слова, по железу. И насыщение ментором, я придумал новый термин, наслоение ментора. И вот это наслоение ментора, и мы сейчас ходим по-моему, за усаду, но вот эта весна, она нам все угробила, потому что, я смотрю на мои глаза... Угробила урожай. Вот я вам покажу плоды. Она проявила ваш результат. И наиболее полезная часть останется. Останется, куда денешься. Давайте походим по саду, я хочу своими детьми походить. Ну, пойдем, где она стала, она сюда. Я уже больше наставлю. Смотрите. Одно из феноменов. Привожу веточку жердели с Украины. Жердели, она сладкая. На том участке, я его привил, это получается, 21 год назад, на Маджурце. Выросло огромное дерево. Знаете максимальный урожай какой? 23 ведра с деревом. Далее. Сергей выращивает по двое. Немножко продает. Сколько дерева было 23 ведра? 23, это было где-то на 15-17 год. Потом меньше, больше. О, фотография есть. Ну, в Красноярске я собирал 15 ведра. Ну, это вот для Красноярска, это вы рекордсмен. Ну, год был такой, редкий для абрикоса. Да, для абрикоса надо год особый. И вот, а это уже произведение Сергея Железова. Вот. То есть, уже на собственном подвое. Я надеюсь, напитался морозостойкости от этого, от Маджурца, который считается супер морозостойким. Маджурец, Маджурский абрикос. Вот, оттуда, с этого, с Ихатаринский гор. И вот получилось так, что сейчас я жду урожая, но он еще не сел, это сейник. А посажен он был 3 года назад. Ну, правда, его в двухлетки пересаживали. Вот. И теперь смотрите, что дальше. Ну, это уже касается немножко технологий. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот и у меня это. Я сделал, внедряю прививки уже по методу, вот, из Мичурина. Я это называю, знаете как? Ага, вот, например. Я это называю по-мичурински, освещение ментором. Они не крупные. Самое главное их достоинство, сумасшедший урожай. И у него, когда у него было 200-300, да, по этих, вырастил сенс на продажу. Половину потом выкинул, никто не покупал. На них, на всех, а я ходил, я наставник, а он это, я думаю, а он делает. И вот, ни одной подмершеветочкой за все годы. И я думаю, так, а я же его привез из Кашинской области. Значит, должен был повлиять манчжуриц, как подвой. Теперь он уже без подвоя, без манчжурца. Так. И опять не замерзает ни черта, посмотрите на верхушку. Вот. И я еще его насыщаю теперь вот этими. Вот здесь у меня есть 5 абрикосов, которые плодились, достигли 100 и более грамм. Достигли, потому что их родители бы не узнали. Нет таких у нас в России, считается. Ну, нет. Вы уже их размножаете как свои сорта? Я не называю их сортами. Есть единственное крупноплодные железы, он не знает, как обозвать. У него зараза, у академика, вспомните, это, как оно... Описание сорта там 40 грамм максимум. 45-47. А у нас от 80 до 120. Ну, мы же не виноваты. И изменилось все. Постепенно есть фотографии, есть. У меня целая история развития. Ну, интересно же. И теперь я беру в наглую, сюда втыкаю. И теперь я жду. Или эта ветка одна будет... У меня есть деревья, я их назову, знаете, как? Сын полка. На одном дереве и такое, вот такое. И тут же на этой же ветке два раза мельче. Уже гены все поперепутали. Это просто пример, как я делаю. Я к тому, что вы прививаете на побеги, скажем так, очень толстую. Почему бы не сделать это не вращев, а в приклад? Она будет более жизненная. Ну, можно улучшенную капулировку, то есть, ну, это достаточно сложно такого диаметра привить. То есть, ну, я такие прививаю, то есть. Вы размер делаете от среза на подвое по размеру черенка? Я знаю, знаю. Слушай и не шоу, не сосаживай. Нет, я и так, и так, я по-разному умею. Я не шоу глазами. К нам приехал генерал. Так, все подряд показываю. Значит, эти самые. Тоже Мечоринские сорды. Бельфор-Китайки, вот они. Бельфор-Китайки. Да, им пятый год. Пойдем дальше. Вот эта молодежь, она, знаете, как остается? Не продал. И мы не знаем, что с ними делать, да? Не продал, пригодится, да? Ну, потом может быть. Потом это самое. Я уже забыл. Уже посеял у нас новый сорта. А там Квинти либо. По-моему, я забыл. Смотрите сюда. Мы вынуждены их сразу превращать в маточные деревья и калечить. Смотрите. Вот сережки на работу. Выписывает. Я специально говорю, потому что это разговор бесконечно. Но что успею, то скажу. Выписывает с Крыма. Ну, вот конкретно этот сорт, это от местного производителя, так скажем. Розмарин от местного? Да. О, этого человека нет уже в живых памяти. Дело не в этом. В прошлом году дал штук 40 яблок необыкновенной красоты и вкуса. И меня ничем хохла, извините, не удивитесь. И вдруг я такое чудо. На бирке еще висит. Нет, розмарин. Розмарин. Возможно, на клюв. А для меня это новичок. А что нам делать? Смотрите. Перевращаем маточное дерево сразу. Вместо того, чтобы иметь 3-4 дерева, какие-то, чтобы контрольные были, чтобы не трогать, чтобы не дышать их в сторону. Единственное дерево сразу калечим. Сколько мы? 40-50 черенков сегодня взяли. Делаем с умом, смотрите. Вот видите, делаем с умом. Значит, раз, два, три. Все. Это обрезка. И получаем огромное богатство. То есть уже для целого питомника здесь можно взять, если потом на фрагменты. То есть вы делаете это дерево маточное? Да. И, к сожалению, нет контроля. Черенково маточное. Сидим без земли, без лишней. И калечим единственный экземпляр. Я это вообще... Почему калечится? Это нормальный перевод маточного. Ну, срок жизни их значительно сокращается. Смотрите, вот одна из этих дам, мы взяли веточку, и вот. Это не выдержала. Ну, это бывает. А, бывает у нас это, у меня откажет, такое сердце останавливает. Груши. Вот. Лесная красавица. Я не смотрю на берегу, кажется. Вот. На этом месте было пусто еще три года назад. Вы можете посмотреть. Ну, четыре. Лесная красавица. Да, это Бельгия, этого не может быть. А плоды вкуснее невозможно представить. А размер плодов 400 грамм. Ну, у меня на фотографии еще есть. Так, зимняя температура максимальная. Минус. Минус 40, минус 42, то есть бывает. Это бывает, но... Ну, не каждый год... Минус 42, вот я приезжал специально в мороз. В этом году под 40 было, конкретно не скажу, но вот на магазине у меня там висит, на доме с южной стороны, что-то под 40 было. Я не до 39. Оказывается, здесь 5-10 градусов всегда холоднее, хотя напротив. И одна и та же речка. И там с гор стекает холодно, и тут с гор стекает. Объяснить не могу. Специально смотрел направление тумана на речке. Вот. В один... В течение получаса, то есть там мерил температуру, и тут мерил. Вот. Один... То есть здесь, если мы говорим, что было 42, то здесь было 42. А в Майне столько уже не бывает. Если только погорные... Единственное, чем можно объяснить здесь, экспозиция склона. Ну, да. Значит, у них в наших условиях северный, северо-восточный склон лучше для этих процессов. Для ожога, для подмерзания и так далее. Почему? Трудно. Ну, скажем так. Я сам случайно. Достали меня. Я тогда только начал мерить. Я тут два одинаковых. Еду, там табло. Минус 35. У меня 35. А потом шишу, у меня 40. Вот. Дайте еще покажу. Посмотрите. Вот это вот произведение Елена Александровна Савинничева. Елена Савинничева, у меня это самое, есть ученица, которую я дочкой называю. Вот. Это ее. То есть здесь был целый... Это, как назвать, сколка. Так. Парочку она увезла. Вот. Красная. Что же это? Это что вы... Нет. Это ее произведение. Нет. Сейчас хоть повторяется. Вот. Это непривитый. Ой, выросли как. Вот. Вот это вот ее. Здесь была грязка. Да. Вот так. Раз, два, три, четыре. Вот то, что осталось от этой. От грязки. Вот это уже привитая. А это уже я улучшал. Ну, то, что я говорил, это насыщение ментором. Пробу улучшить. Что самое интересное, да? Я заметил, даже вот рядом растет, не пошла привитая. И я эту грязку буду беречь. И на ней плоды уже другие, чем тут. А считается, что это не может быть, и мне уже тоже поможет быть. А она вот эта. Вот. Сейчас я вам будет время. Столько вам всего покажу. Столько вам всего покажу. Вот. Так, это что за сорт? Вот это, допустим, вы посмотрели. Вот это не привитый. Это манчжуриц. Но он еще полудикий. Хотя листья уже достаточно крупные. Я вам хочу показать манчжурца. А, пойдемте. И... Ну, давайте сразу проскочим туда. А, или по пути. Вот это, допустим, было питомник. От питомника остается все продано. Остается венгерская одна. Видишь? А, видишь, всего три года. Вторая. Все привитно, прям оттуда. Третья. Четвертая. Вот доказательства. Это яско одел. Это она постоянно есть. Это называется яблони богатырской. Помнишь? Не помню. А, вот так я первый раз такие увидел. Огромные яблоки. Они будут огромные. И я стал перед проблемой. А это венгерка. В прошлом году на ней был уже десяток. До 50 грамм. Это очень-очень ценная вещь. В этом году даже не попробовал. Вот. И я стал перед дилемой. Какую убрать? До сих пор не могу как это. Разрывать как тот. Как тот обезьян. Я и умный, я и красивый. Не знаю, куда мне. Вот такое вот бывает. Вот снова венгерка. Здесь, что вы проходите, это геопатогенная зона. Измерял рамками, сделать ничего не могу. Ни хрена не растет. Вот здесь уже одну грушу выпилил. То есть это полоса? Это полоса идет. А что здесь было раньше? Да, где в этих два знаток. А когда-то было хрена. А вот досками это что обозначено? А, нет. Это я пытался сделать грядку. И, казалось бы, элементарщина. Элементарщина. Вон, видите, это лук батун. Вот. И он не растет даже. Забросит даже грядку. Вот. Вот смотрите сюда. Я хочу хотя бы сам интересный показать. Вот здесь это фына. Она у меня погибла. Мы ее довели вот этими обрезками. Как видите, вон ветка. Это мы режем-режем. Скажем по несколько десятков. Довели, она погибла. Проверяйте. Режьте на черенки. Да, да, да. Смотрите. Черкеры видите. Согласны, что это десет, декаль. И идет от земли. Ну, повыше земли. Но не прививка. Ниже прививка. Идем, смотрите сюда. И у меня так каждый раз. У меня таких случаев десятки. Смотрите. Это теперь декаль. А теперь еще дожить один год. И уже все все покажу уже. И у меня их несколько. Вы знаете этот самый? Сережа, подойди ближе. То есть что-нибудь слышу. Ваулин. Это пока исключительно слышу. Это ваш человек. Ага. Этим манжурцам. Что я вам потом покажу. Ну, какая бы вторая серия будет. Вот таких вот самосевом. Вот таких вот с карандаш. Стоит 30 послал. Прежде год. Падал. Да, падал. И год. Они не могли вырасти. Самосев. Вот. Самосевом называем. И что вы думаете? Проходят годы. Его научная работа. От 28 до 52 килограмм. Рекорды там по 70 килограмм. Никаких-то там. Он много испытал. Но пошли только эти. Технология железов. Не подходил саду. И знаешь, что забыл сказать? В чем главный секрет этого сада? После первого года, 1915-го, ни одного полива. Ни одного пыльчика. И до сих пор. Видели, сколько плит? Не подходим. Экстремальный сад. Выживет? Выживет у всех. А в Европе теперь у меня десятки, сотни уже этих. У кого растут персики мои неукривные. Все, все, все. И вот, слушайте дальше. Показать вам плоды. Вот. Вон они. Видите, какой урожай. Единичные. Ну, назовем единичные. Так вот, этот. А вот они-то как раз и станут 100-120 грамм. Уже хотя бы подвозь вырожая маленький. Вот. Потом. Что самое интересное. Значит. Доэкспериментировался, да? Вот это академик. Вот это, значит. Плоды были не крупные на нем. За 80. Так. Смотрите, второе дерево выросло. Вот он. А теперь этот, маньчжуриц, подвой мой. Вот. Мы сейчас под одно дерево берем подвозь. Смотрите. Отличите листья. У дикаря у меня из старых фотографий, когда я первый урожай получал и садил. Вот такие вот листья, смотрите. У потомка маньчжуриц. А теперь глядите сюда. И теперь что интересно. Это направление или нет? Для того, чтобы развивать. Я это называю селекция наоборот. Селекция сверху вниз. Ну. Значит. Ну. Есть такие случаи. Допустим. Голден белейший. Сред белейший. Получено как струрую мутации. Их просто черненьки обнаружили на дереве. Почему они организовались. А. Во-во-во. Это непонятно. А мы специально делаем. А там случайно. Или получился такой термин. Спуровые мутации. То есть от чего они произошли. Никто не знает. Но они произошли. А здесь специально. А у Ваулина. Вы знаете что получилось? Ящики с этими. С каждого моего. Все цвета разные. Все в два раза крупнее, чем маньчжурцы. И самое главное его слова. То есть его даже у меня не получилось. У меня получались кислость. Кислость. У меня таких два десятка. Все сладкие. Это слова, которые я задокументировал. Вот. Вы понимаете, что... Задокументировать можно и вам там. Сахар измерить. Нет. Это уже слишком. Не по лупам. Это надо, чтобы кто-то рядом был. Люди вот такие. Ну. Вы можете соседей пригласить. Никому не надо. Пришти. Они, значит, фамилии их записать. Они напишут свои оценки. Это называется очень просто. Очередное поколение колонновидной яблони. Барис Комик, который собирается встречать боковые ветки, считаю, что тогда это, что этим оно улучшает. Это вот так вот и неплодоносит. Это колонна. Ну, не видны. На специальных подвоях. Это что за сорт? Это, да, это барбузин. Барбузин. Есть еще несколько сортов. Ну, не пробовал их. Вкусные нормальные. Ну, неплохой осенний. Неплохой осенний сорт. Есть, это как помните, этот, говорю, райтинг, говорит. Дексит должен быть. Черный верх, белый низ. Я говорю, у кого колонновидная? Только уже. У кого шелковый? Только уже. Это нам надо, иначе мы это. Потеряемся в толпе. Вы объясняете эти достижения тем, что вот эти железы вот так получают? Да получается, это только потому, что я всем миром сказал несколько секретов. Как вот это вот могло вырастить вот этим три года, вот этим четыре, вот этим пять и только вот этим шесть? Как? Да очень просто. Берешь. Рассказывать? Пожалуйста. Вот, жара, можно. Там у меня приготовлено для вас пиво, минералка. Это не беспокойтесь. А, так вот, несколько секретов всему свету. Ну, ладно, сами напросили. Идем сюда. В принципе, это фильм для всех. Сейчас, сейчас. А, вот, допустим, здесь. Вот это дерево, не везучее. В половине должны были 100 грамм, а до 150, а получилось 30 грамм. Это я для нее, это, ментором привал эту сливу, видите? Не пошла. Ей, теперь. Не пошла, да. Ну, я не обиделся, я имею в виду. Вот, видите? И вот, что интересно, смотрите. Ну, сейчас, то я хотел практику рассказать, а вы мне сейчас спросили. Смотрите. Вот, допустим, я привил венгерку в абрикос, в культурный абрикос, видите? Пошла оба, смотрите. Или хотя бы одна. А, одна пошла, вот она. Венгерка, согласны? А тут же рядом еще веточка родная. Но меня за это уже, извините, вы, наверное, не в курсе, меня сотни раз мордой били. Мне все говорят, у тебя одни химеры растут. Но химеры должны погибнуть. А мои не гибнут, значит, не химеры. А доказать не могу. А здесь получается так. Вот это место, 100-граммовое, 100-миллиметровое, вот это, зона, это и есть зона химер. Здесь гены так поперепутаны. Вспоминаем, химера является произведением не менее двух видов. Вот один вид, вот второй. А в этом месте родилось, смотрите. А для меня, это последний, так сказать, в жизни. Вот с этого вот, смотрите, получить плоды, то ли абрикосовое, видите, попробуйте угадать. То ли хрен знает что. И угадывать зачем, но это смог бы хотеть. Ну вот, приезжайте в следующем году, а. Да, спасибо. Я уже по вашим репликам понял. Это как тот заяц и я, дед, волк, которому говорят, ты что хочешь перебить за войну? Да за зайцом гадался. А зайц оказался саммистом. Такой саммист ко мне привез. Ну ладно, значит так, видите, с сихотором, Сережа, побажи, что ни разу не прыскали. Ну, видно вон, толя есть, не прыскали. Видно, да, видно. Видно и так, не надо объяснять. Абрикосы сихоты Алиньские, смотрите сюда. Посадка весной, косточки мной, моими руками, в 2015 году. Считайте года. Вот, кстати, там по пол ведерка все-таки плодов есть, если поглядите. Вот эти деревья в 2015 году посадили, им 6 лет. Я клянусь Богом, потому что купили сейчас. Не надо клясться, мы и так верим. Потому что они так растут. Во-первых, можно посчитать, это не сложно. Нет, тут сложно. Родовые кольца есть, они пьют. Сейчас спилим. А тут где-то я хотел один спилить, но я не спилил, по-моему. Заставила жена спилить. А вот, вот спилили все-таки. Вот это единственное спилиное. Потому что кому абрикосы, а кому вот этот сам. Считайте. Считайте. Ну тут урожай немножко есть. Она не самая надежная в этом плане. Но, я когда садил так, а напротив самые роскошные абрикосы, вот эти. Фаины, королевские, серафимы, баи. Они у меня должны с ними начать взаимодействовать на полном уровне. Но, по принципу, один из них терминов, когда говорят, как оттуда, я говорю, ветром надел. То есть не в подобстве, а при прямых связях влияние пыльцы, в скобках, спермы, на дерево, которое ее примет. Но, плодов не будет. Или они, бывает, появляются, осыпаются. Но в дневной памяти остаются. А вот это опять антинаука. Ну скажите, что это... Нет, я вам скажу, что. Был когда-то отдел селекции, который назывался отдел Клантовой селекции. Значит, это в 60-е годы организовался отдел, люди начали работать. Принцип какой? Слово, это, скажем, мыслеформа, она работает. Они пробовали сначала изучать на разных языках, что такое слово на немецком, французском, английском и русском. Получилось, что практически все слова по смыслу одинаково произнесены, работают на семенной материал и последующий генетически исходный материал примерно одинаково. И они задумываются, а зачем селекцию вещей так, когда можно найти человека, который обладает в плоте с ощущением энергетическими способностями, наговорить этот текст, наговорить эти семена, получить растение, последующим его размножить, заданными, вот, скажем, квантовым методом свойствами. Но, к сожалению, все эти люди уже в том мире. И отдел расстался. То есть, в вашем случае здесь влияние, вот это вот, и то, и так далее, ваша уверенность, может вы, скажем так, продолжать или это у квантового места? Нет, я сам против, попрощик, попрощик. Ветром надо было. Так, Сережа, она вот-вот, да, она, каждое полчаса, она останавливается. Все, сейчас вот как раз полчаса. Что, выключаем?